Почему в мире столько конфликтов? Как работает закон бумеранга по Богу и есть ли будущее у человечества? Об этом и не только в программе «Специальный разговор». В эту субботу в 8 вечера. В гостях протеерей Вадим Трощинский. Прямо сейчас фрагменты из интервью. Сегодня мы видим внешние причины конфликта. Патриотизм, национализм и так далее. А есть более глубинные вещи, которые включают те или иные события в этом мире. Вот что-то мое мнение такое субъективное. Наблюдая хотя бы столетний исторический период, есть интересные закономерности. Вот преддверие Первой мировой войны. Что в царской России, что в Европе было крайне безбожье. Господь разумил Первую мировую войну. В 30-х годах церкви закрывают, рушат верующих людей, отправляют ссылки в тюрьму, а то и убивают, расстреливают. Монастыри разрушаются. Кто-то активничал, кто-то просто наблюдал пассивно за этим всем происходящим. К сожалению, наша страна получила Великую Отечественную войну. Мы смотрим в процессе войны. Разрешили церкви, государство. Вроде бы атеистическое повернулось лицом, можно сказать, Бога. Некоторые уроки мы не выучили. И он нам, как в школе, дает снова. И это касается как одного человека, так и всего общества. Господь говорит, да не скуднеет рука дающего. То есть, если человек дает, то Господь отдаст многократно. На своем примере убедился. Когда был юным священником, читаю объявление, что ребенок нуждается в срочной операции. Мне это так сильно тронуло, потому что у меня ребенок. Средств в том, что совсем мало-мало-мало было, как у всех нас молодых. Но, тем не менее, что-то я нашкрабал и перечислил. Ну, Господь, как улыбнулся мне, и не до того момента, и не после того момента, я не видел так быстро и столько денег. Раз, и Господь мне показывает, смотри, все работает. Но теперь у меня всегда в мозгах работает мысль, я помогаю, вдруг Бог даст. Вот. Искренность не имеет. Нет, искренность. Господь-то видит, дружи сильнее. Раз этот символ есть, значит, он есть. Нельзя уже трогать, так оно случилось исторически, да? Ну, это память. Это память, да. Но я говорю, что мы за этим символом не должны забывать реально о победе, и кто ее нам подарил. В брянских лесах до сих пор кости по лесу валяются. Ну, я просто смотрю ролики, где черные копатели отрывают там какое-то вооружение с Великой Отечественной войны. И я в шоке, я в ужасе. Я просто смотрю, вот они, каска советского солдата, в ней череп, и она под деревом лежит до сих пор. Сколько времени пришло. Ну, пойдите, пособирайте эти останки, похороните. В этом будет действительно по-настоящему забота и проявление о наших героях. В той же Молдове, да, у них тоже достаточно много ветеранов Великой Отечественной войны. Ребята, вспомните, это ваши деды, ваши отцы за этой ленточкой, да? И тогда попустят. А когда видят в этом просто символ, ну, тут начинаются игры политические. В общем, это неправильно. Продолжение следует... Продолжение следует...